ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, всем привет! Новый рейс. Отдохнул я хорошо. Прям так 6 дней. Погоды вообще офигительные были. И что? Теперь надо поработать чутка. Едем, короче, на Словакию, Венгрию. Сначала что-то шеф прислал мне сообщение. Я думал, только в Словакию едем. А там, оказывается, у меня сборничек. Мне уже его собрали. Еще в пятницу, сегодня понедельник. Ну и еще нашли один палет. Вот сейчас у меня все собрано. У меня, короче, 3 места уже в машине. И четвертое место вот сейчас загрузим. Здесь, в Таллине, на Пунане, на Логистика Плюс мы там были. И какой-то маленький палет, я так понял. Там у меня даже и место я смотрел. Вообще даже палет не влезет. Ну, то есть, какой там будет, я даже вообще без понятия. Там написано какими-то там метрами 0,45. Там я, короче, так и не понял. Ну, главное, что надо забрать, знаю. А сейчас на месте, короче, разберемся. Приедем. Им там беднее. Так что сейчас забираем палетик. Палетик или еще что-то, я даже не знаю. И едем все в сторону... В сторону... В сторону Варшавы, наверное. Ну, вот мы уже и на Логистика Плюс. Ну, будем наверх грузить. Там целый палет. Не знаю, как они так грузят. Ну, все, короче, загрузили. Пишу логисту, отсылаю фотографию. Говорю. Один вопрос. Как грузить в палет? Места-то нету. Я-то думал, какой-то маленький будет. Он говорит, ну, это там водитель другой грузил. Я просил, короче, ну... Ну, в принципе, другого ответа я не ожидал. Конечно, когда 10 лиц, там, один грузит, второй, третий, там, понятное дело. Когда сам грузишь, это другое дело. Ты уже знаешь, что у тебя будет, и оставляешь место. В принципе, винить тут я и никого и не могу, потому что... Может быть, и сам бы так же бы сделал, ну... Когда не знаешь, что у тебя за план, да, когда ты грузишь чужую машину. Ты же не знаешь весь расклад. Ну, иногда знаешь, конечно, иногда нет. Ну, ладно, не в этом суть. Все-таки решили. Кое-как там переставили чуть-чуть. Ну, короче, все сделали. Ну, что, заедем уже в знакомое место. Недавно нам стало знакомо место. И теперь мне... Мне оно понравилось же тогда, я уже говорил. И вот заедем опять покушаем. Заедем покушаем. Я покушать! Ну, что, мы пое кушали. Короче, пшеницель обошелся мне в 7 евро. То есть, в прошлый раз мне комплекс суп, пельмени обошлись в 7,50. Плюс сок мне дали к придачу, ну, к комплексу. А в этот раз я сок сам заказал. И вот взял шницель, и это мне обошлось в 7 евро. Ну, тоже как-то странно. проще было проще было добавить 50 центов и взять и суп, и второе, ну, комплекс. Доброе утро всем. Утро проснулись. Правда, давно уже проснулись. Потому что жарко. Жарко было. Было жарко и проснулись давно. Неплохое место. Я здесь как-то ночевал в том году. Здесь бесплатная парковка. Это за Варшавой. Недалеко в сторону Кракова. Перед роддомом. Ну, город-роддом. Есть такая парковочка. И бар мне понравился. Я раньше здесь не ел. Первый раз вот ем. Короче, ну, офигенно так. Гуля ждали. И вот надвигаются тучи. Накрыло Польшу облаками. Вот такая ерунда. И мне заправляться. Хоть на заправке стоишь. Жди, пока пройдет. А когда он пройдет? Что ж такое? Ураган. Хана мне. Промокну. Ну, че? Мы заправились. И даже, наверное, по-моему, совсем и не промокли. Нет, чуть-чуть. Короче, чуть молнии не убило. Меняй заправку вместе. Да, шучу я, короче. Это. Ну, заправлялся, короче, уже почти бак заправил. Большой. Оставалось еще чуть-чуть и маленький. И молния реально ударила. Ну, я не знаю, куда она там ударила, но была молния и все выключилось. На заправке свет. Колонка, естественно, потухла. Я думаю, да ну нафиг. Все. Ну, все на мне, получается. Нет, чтобы позже или раньше. Ну, ладно. Он пришел. Свет включился. Колонки загорелись. Правда, взял другой пистолет, дал. И, короче... Ну, давай, давай, быстрее. И, короче, все. Я заправился. Финанска. Справа. Добрый день. Контроля до кунили. Что еще дать? Что ты видишь? Там много чего. Палеты с алкоголем, палет с картоном. С алкоголем? Да, там, это, чуть-чуть. Там вода или алкоголь, что-то такое. Добрый день. Дай мне еще драйвер лиценз. Садишь. Садишь. Дай мне еще драйвер. Дай мне еще драйвер. Питанс, а ты курики, ты можешь? Я не курю. Не курю, да? Доброе. Доброе. А что ты тут у меня говоришь? А он не поднимается, там только ящик есть. Тогда это поднимается. Так хочешь своим плохим словом их назвать, блин. С другой стороны, это их работа, но, блин, так надоели. С контролем документы все. Спасибо. Доброе? Да, да, доброе. Ну все, я поехал. Блин, это суета лишняя. Но делать нечего. А вообще, что могу сказать? На самом деле, мне самому страшно от них стало. У них такой взгляд, как будто я им что-то должен. Вот реально, один вот этот в форме, который светлый был, реально так подозрительно, знаете, как взглянет на меня. Такой, ну, ты открой бок, или что везешь? Я аж, я аж испугался, блин. И второй такой, как тот только начинает спрашивать, и второй такой, хоп, на тебя взглядом. Я думаю, ну все, блин, попал. Какое-то озеро. Какое-то озеро. Может удочку закинуть, где бы встать? А что, нам 7 километров можно было бы, если... И здесь бы где-нибудь, а что, может вот... Прям вот здесь встать? Блин. А что? Посмотреть, что такое. Да? Машину, блин, Криво оставил. Блин, да и черт с ним. Там рыбу ловят. Может, я шуточку уже взял в этот раз. Что, рыба есть? Нету? Ничего, что я снимаю. Ну? Можно? Можно, шай. Не. Окей. А рыбы нету? Зубач. Ааа. В ночь еди. А? В ночь. Ааа. Ты рус? Да. Да? Эстония. Эстония. Эстонского? Да. Ну, по-русски разговариваю. Эй, ну я выбью. Русский, но Эстония. Эй. А здесь купаются тоже? Ну, плавают. Да, сай. Да, сай, сай, в поле заплывать. Тепловодай. Тепло? Угу. А рыбы много вообще? Есть, есть. Красиво. Красиво? Да. Хе-хе. Ладно, поеду дальше. До свидания. До свидания. Вот здесь и купаются. Так, тут яхты стоят, короче, эти кемпинги. Как бы мне сюда бы забуриться бы. Блин, где бы встать? Где бы встать? Не, в принципе, тут осталось-то. Да, место ерунда. Я так понял, я просто выгружать буду в каком-то этом. Ну, может быть, отель или что-то еще. Скорее всего, потому что тут вот, тут столько этих кемперов. Закрыто все. Мы там все равно, наверное, встанем как-нибудь. Так а фирма-то здесь есть, блин. Представляете, я смотрю, 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 а вот эта фирма. Вот сюда мне и надо. Представляете, вот это мои двери есть. Вот три АМАТ. Теперь мне надо развернуться. Вот мое место. Вот я припарковался к забору. Короче, знаете, чем пахнет? Вообще, прям вот здесь земляникой. Прям вот сильно-сильно пахнет земляникой. Офигеть. Вот прям, как будто вот она здесь. Ящики стоят с земляникой. Сейчас пойду там мост, через который машины ездят. И там уже город. Правда, темнеет. Ну, что-нибудь посмотрим все равно. Ну, хоть в потемках фонариком посветим, если что. Интересно, когда еще завтра придется сразу уезжать, сто процентов. Ну, завтра посмотрим, если там я оттуда буду выезжать, если там будет народ купаться. Блин, я искупнусь. Ну, опять же, если будет народ как-то в чужом месте-то не очень-то хочется. Ну, не люблю. То есть не люблю в незнакомых местах купаться. Посмотрим. Блин, темнеет. Темнеет. Уже плохо. О, там пляж весь. А там же как раз был, ну, проход. Вот завтра, вот там, видите, там буточка. Вот. И там пляжик. А там был проход прям напротив, где я встал. Завтра я выгружусь. Я в 9 часов встану. По-нашему, по-ихнему 8 будет. Пока выгружусь. Может, уже и народ подвалит. Я искупнусь. Если кто-то будет купаться, я искупнусь. Там вот еще в потемках катаются на чем-то. А, там это сделано, специально это. Трос. Там вдалеке, не знаю, видно, не видно. Вот. Вот, видно. Наша машина стоит. Припаркован. Нифига себе дырки. Я думаю, что здесь курортная зона, и мы привезли воду и алкоголь. что здесь ее очень сильно употребляют, потому что все-таки народ здесь отдыхает. А что на отдыхе делать? От жары водичку пить? А кто алкоголь, кто водичку? Такая темень. Темень. Страшно. Там вообще какой-то вагон стоит. Лодка. Ни одна. Там такой вагончик. Блин, ну тут такая каменистрая водичка. Что-то грязное, скорее всего. В любом случае, утром посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...